Я приветствую своих соотечественников в это трудное время, которое накладывает нам эта пандемия. И без того наша страна терпит такое бедствие от этих воров, проходимцев и казнокрадов, от этого преступного режима. Я в это время хочу обратиться к нашим врачам, которые испытывают тоже самое легкое время, когда не было этой эпидемии, не было этого коронавируса. Когда они получали жалкие гроши за свои смены, за бессонные ночи, за то, что они отрывались от своей семьи, от своих детей, когда их превращали, можно сказать, ничтожество с ними не считались. А теперь, когда трудное время застава, не такой пощечиной, это я считаю, это пощечина натуральная. Когда им сказали, что вот на время карантина в течение трех месяцев платить им столько-то, столько-то тысяч там. Это натуральная, можно сказать, это режим показал свое лицо, реально, еще раз он доказал, что там сидят одни барыги. Это люди, которые могут только воровать, могут перепродавать, это продажные люди, которые готовы продать все, все ради денег, ради власти, они готовы все продать. Так вот, я считаю это натуральной пощечиной, и это, можно сказать, выпад в сторону всех медиков. Всех, не только медиков, и даже тех людей, которые уважают медиков, я очень уважаю. У меня очень много в моем окружении людей, которые связали жизнь с медициной, которые достойны этому званию, которые несут, можно сказать, это тоже, это воинская служба. Они военно обязанным считаются вообще, у них и медицинские институты, когда кончают, им дают военные билеты специально, что они военно обязаны, в случае каких-то там боевых военных действий они призываются. Это тоже не такая уж и легкая профессия, это когда связано с жизнью, но такие вещи происходили, что нашу медицину просто они уронили в пол, они ниже плинтуса уронили, и теперь хотят в один течение двух-трех дней, они хотят, чтобы этими тысячу долларов, две тысячи долларов, хотят поднять эту медицину, можно сказать, на такую высоту, чтобы она противостояла мировой пандемии. И мне просто смешно, это очень смешно. Так вот, я прошу медиков, и хочу поддержать их, чтобы они не теряли силу духа, конечно, чтобы они выстояли, это помогли народу своими знаниями. И мое просто обращение заключается в том, чтобы они объединялись. Объединяйтесь, пожалуйста, прочитайте один раз хотя бы, прочитайте права человека и нашу Конституцию. Многие поймете, я знаю, что вы, если люди грамотные, что вы очень много знаете, я вот иногда часто вступал в полемику с медиками, я таких вещей узнавал, я столько много узнавал, я сам работал в Институте против инфекционных препаратов, я вот остановлюсь на этом институте, так как этот институт, он просто был институтом, туда вкладывались большие деньги, они уходили в сторону, в другой карман, то есть это было просто ширма, это институт, который ничего не разрабатывает, он просто функционирует, а деньги приходят и уходят, уделяются с бюджета очень большие деньги, они отмываются и уходят совсем в другую сторону. И я там сталкивался очень с многими медиками, они видели, как это воровство происходит, как натурально государственные деньги вливаются туда и уходят, они получали такие жалкие гроши, это были люди не только там младшие научные сотрудники, там были старшие научные сотрудники, там были ведущие научные сотрудники, там были доктора химических наук, доктора медицинских наук, очень много видных людей я знал. Так вот, я обращаюсь к этим людям, это элита общества, которая лечит людей, которые людей, можно сказать, отнимают из рук у смерти, я к ним обращаюсь, чтобы они объединялись. Объединяйтесь, пожалуйста, не теряйте надежду на то, что все кончено, нет, ничего не кончено, это надо, все же таки, надежда умирает, последняя говорит, так вот, я хочу вас обнадежить, что осталось очень совсем мало. Мы, мы все вместе объединившись, мы просто сломаем эту систему, она уже ломается, она уже все трещит по швам, осталось совсем чуть-чуть, совсем чуть-чуть, и мы такую медицину поднимем, к нам будут люди приезжать лечиться, у нас будет столько врачей, у нас столько институтов будет. Я в этом не сомневаюсь, я уверен, я уверен в нашей стране, в нашем народе, что все говорят, что «Ой, казах положал хау, жоп, казах положал хауме, казах валанкул на норове, так же, по рукам, ворска по-русски сказать, я ворска, когда по рукам бьют, по рукам бьют, простого человека, а этих медиков, я не знаю, это натуральный, это глупот, это оскорбление, это считать как за холопа, типа, я не знаю, я понимаю, если строители сказали, вот там на два месяца работы есть, я вам буду платить там по 2000 долларов, пожалуйста, мне поднимите до дворец, это понятно, это технические какие-то работы там, физические работы, а это же медицина, вы что сами подумаете, они хотят, чтобы за такое время хотят пандемию остановить, с деньгами хотят, они еще такими, может быть, горшами, они должны минимум, представьте, медик будет сейчас заходить в этот полы, я же с натуральной, вот там снег, крыша камни, балабу, кадмоди, сон, 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 кружок, жоу, кузги, куру, битни, кузги, куру, битни, жоу, пар, хать, передо, у него семья, у него дети, он тоже хочет дальше жить, а здесь, представьте, он в эту гадость будет заходить и выходить в жизнь, и ему за это будут еще гроши платить, которые только он будет получать на это время, вы сами подумайте, как они стимулируют это, я вообще, мне просто в голове не укладывается это, так, можно сказать, они творят эту мафию, просто надо ломать, просто надо нам объединиться, я и не зря, я обращаюсь, я к медицинским работникам, пожалуйста, я прошу вас, наши медики, наша элита, наше здоровье, держитесь, наберитесь дуга, осталось совсем немного, скоро, скоро мы сменим этот режим, мы просто все вместе объединимся, это медики, это элита, это, можно сказать, люди удостоены белых халатов, это люди, которые давали клятву гиппократа, это этим людям, люди, которые действительно вышли из, можно сказать, состояния смерти, вытащили его врачей, они руки готовы целовать, я знаю таких людей, которым цены просто нет, это очень, есть у нас, есть очень манулонно, но когда так оскорбляют, я тоже не могу терпеть, да, я не имею никакой профессии, я никогда не работал, толком, можно сказать, но когда такое происходит, когда медиков начинают задевать, это же здоровье наше, это наше здоровье нашей страны, на этом я не заканчиваю, но остановлюсь на этом, назад, ВК, вместе мы сила, объединяйтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...